Здравствуйте! Мы начинаем изучение русского языка. Я преподаватель русского языка и литературы Зеленская Екатерина Георгиевна. Сегодня у нас тема урока фонетика русского современного языка. Что такое фонетика? Фонетика – это раздел языкознания, который изучает акустические способы и свойства человеческой речи. Другими словами, фонетика – это наука, которая изучает звуки речи. С греческого «фоне» означает звук, голос. Для начала мы должны точно разграничить, что такое буквы, что такое звуки. Буквы – это графические знаки, с помощью которых мы обозначаем на письме звуки. Построенные в определенном порядке буквы называются алфавитом. В русском алфавите 33 буквы. Из них 21 согласная, 10 гласных и 2 буквы, которые не обозначают звуков. Это мягкие и твердые знаки. Переходим к звукам речи. Звуки в русском языке делятся на гласные и согласные. Начнем с гласных звуков. В русском языке гласных звуков 6. Обратите внимание, 10 гласных букв, но 6 гласных звуков. Чем объясняется эта разница? Разница объясняется тем, что буквы Е, Ё, Ю, Я не являются звуками. Они обозначают два звука. Е – это ЁТ, Э, Я – это ЁТ, А, Ю – это ЁТ, У, и Ё – это ЁТ, О. Итак, но не всегда эти буквы обозначают два звука. Если они стоят после согласного, они обозначают один звук и смягчают предыдущий согласный. Например, в слове «мята» буква «я» обозначает звук «а», при этом смягчает предыдущий согласный «м». Итак, «мята» буква «я» обозначает всего лишь один звук. Или вот еще пример. В слове «река» буква «е» обозначает один звук, но при этом смягчает предыдущую «р». «река». Значит, если буквы «е», «ё», «ю», «я» стоят после согласных, они смягчают этот согласный и обозначают всего лишь один звук. Буквы «е», «ё», «ю», «я» обозначают два звука в следующих случаях. Первый случай – если «е», «ё», «ю», «я» стоят в начале слова. Например, слово «яблоко», «яма», «юла», «ёлка» и так далее. Давайте рассмотрим примеры. В слове «яма» буква «я» стоит в начале слова, поэтому обозначает два звука. «Яма» – это «йод» и «а». За счет этого в слове «яма» у нас три буквы, но четыре звука. Далее, в слове «юла» буква «ю» также находится в начале слова, поэтому «ю» обозначает два звука. «Юла» – «йод» и «у». Получается, что в слове «юла» тоже три буквы, но четыре звука. «Ёлка» – «ё» в начале слова дает два звука, «йод» – «о». Получается, четыре буквы, пять звуков. Второй случай, когда буквы «е», «ё», «ю», «я» дают два звука – это в том случае, если они находятся после гласной. Например, «маяк» – «поют», «поет» и так далее. Давайте рассмотрим примеры. Слово «маяк» – буква «я» стоит после гласной «а», и поэтому дает два звука – «йод» и «а». Послушайте. «Маяк» – мы отчетливо слышим звук «йод». «Маяк» – «маяк» получается, что в слове «маяк» у нас четыре буквы, но пять звуков. «Па-ю» – опять же, «ю» у нас стоит после гласной, поэтому дает два звука. «Па-ю» – мы слышим звук «йод» после «о». Получается, что в слове «по-ю» у нас три буквы, но четыре звука. Также в слове «по-ю» у нас стоит после гласной, и поэтому также дает два звука. «Па-ю» – получается, что в слове «по-ю» у нас четыре буквы, но пять звуков. И последний случай, когда буквы «е», «ё», «ю», «я» дают два звука – это положение после твердого и мягкого разделительных знаков. Например, в слове «бьет» «ё» у нас находится после мягкого разделительного знака, и поэтому дает два звука – «е» и «о». «Бьет» – получается, что в слове «бьет» у нас четыре буквы, но все равно четыре звука, за счет того, что мягкий знак у нас не является звуком. Далее, слово «пьет» «ю» у нас находится после мягкого знака, поэтому дает два звука – «йод» и «у». Четыре звука, четыре буквы. Слово «подъезд» у нас «е» находится после разделительного твердого знака, и поэтому дает два звука – «йод» и «э». Но из-за того, что твердый знак не является звуком, у нас равное количество буков и звуков. Семь буков, семь звуков. Давайте рассмотрим тест ДТМ на данную тему. В словах какого ряда звуков больше, чем буков? А – бурьян, Б – дождь, С – ночью, Д – южный. А – бурьян. В слове «бурьян» у нас буква «я» обозначает два звука, так как стоит после разделительного мягкого знака. Но мягкий знак не является звуком, поэтому в слове «бурьян» шесть букв и шесть звуков. В слове «дождь» мягкий знак не является звуком, поэтому пять букв и четыре звука. С – в слове «ночью» мягкий знак не является звуком, но буква «ю» обозначает два звука, так как стоит после разделительного мягкого знака. Таким образом, пять букв и пять звуком. В слове «южный» буква «ю» стоит в начале слова и поэтому обозначает два звука – шесть букв и семь звуком. Таким образом, правильный ответ «дэ» – южный. В русском языке гласные звуки делятся на ударные и безударные. Гласные в ударном положении находятся в сильной позиции и произносятся отчетливо. Например, слово «дом» мы отчетливо слышим звук «о». Гласные в безударном положении находятся в слабой позиции. И некоторые гласные у нас подвергаются редукции, то есть изменениям. Это гласные «о», «э» и гласные «а» после мягких согласных. Гласный «о» слышится как «а», гласный «э» слышится как «и», и гласный «а» после мягких согласных слышится как «и». Например, в слове «молоко» у нас безударные «о» подвергаются редукции и произносятся как звук «а». Или, например, в слове «леса» у нас буква «е» произносится как звук «и». Или «часы» буква «а» произносится как «и». Давайте рассмотрим примеры. Итак, в слове «дома» он находится в слабой безударной позиции, а поэтому подвергается редукции. И в транскрипции мы видим, что буква «о» в безударном положении у нас меняется на звук «а». В слове «леса» «е» также находится в слабой безударной позиции и поэтому меняется на звук «и». «ЛИСА». Слово «часы» «а» находится после мягкой «че», а поэтому в безударном положении меняется на звук «и». «ЧИ-СЫ». Остальные гласные, такие как «ы», «и», «у», «а» после твердой согласной не подвергаются качественной редукции, только количественной. Они звучат более кратко, чем под ударением. Сравните. «ЛИСТ» и у нас звучит более долго, «ЛИСТЫ» и у нас звучит более кратко. Давайте рассмотрим тест ДТМ. В каком слове произносится гласный звук «а»? «А» – хоккей, «Б» – ребит, «Ц» – часы, «Д» – язык. Давайте рассмотрим. «А» – хоккей. «О» в безударном положении звучит как «а» – хоккей. «Б» – ребит. «А» после мягкой согласной в безударном положении звучит как «и» – ребит. «Ц» – часы, «А» после мягкой согласной в безударном положении звучит как «и» – часы. «Д» – язык, «А» после мягкой согласной в безударном положении звучит как «и» – язык. Таким образом, правильный ответ «А» – хоккей. Перейдем к согласным звукам. В русском языке 36 согласных звуков. Что такое согласный звук? Согласный звук – это звук, который образуется при помощи голоса и шума или только при помощи шума. Те согласные, которые у нас образуются только при помощи шума, называются глухие согласные. Те согласные, которые образуются при помощи голоса и шума, называются звонкие согласные. Согласные имеют пары, звонкие и глухие. Есть согласные, которые не имеют глухих пар. Это сонорные согласные. Это м, н, р, л, и, и краткий. Пять согласных, которые не имеют глухих пар. Но есть и согласные, которые не имеют звонких пар. Это х, щ, ц, ч. Также согласные делятся на мягкие и твердые. Они имеют твердые и мягкие пары. Например, твердые С имеют мягкую пару С. Твердые З имеют мягкую пару З. Б, Б, П, П, Д, Д и другие. Но есть согласные, которые не имеют мягких пар. Это всегда твердые согласные Ж, Ш, Ц. А есть согласные, которые, наоборот, не имеют твердых пар. Это всегда мягкие согласные Ч, Щ и краткий. Как и у гласных, у согласных звуков тоже бывают сильные и слабые позиции. Для согласных звонких у нас две слабые позиции. Это в конце слова и перед другой глухой парной согласной. Звонкие согласные оглушаются. Происходит оглушение. Итак, давайте рассмотрим несколько примеров. Например, в слове прут звонкое Д находится в конце слова. И поэтому подвергается редукции. То есть оглушению. И произносится как прут. Д оглушается в Т. Далее, в слове ложка, звонкое парное Ж находится перед глухой парной К. И у нас К оглушает букву Ж. Поэтому в слове ложка Ж произносится как Ш. Ложка. Ж у нас изменяется на парную Ш. Этот процесс называется оглушение. Для глухих согласных есть только одна слабая позиция. Это перед звонкими согласными. В этом положении глухой согласный озвончается и произносится как его звонкий парный согласный. Давайте рассмотрим пример. В слове козьба глухой С находится перед звонким Б. Б влияет на С и озвончает его. Таким образом происходит озвончение. И глухой С произносится как звонкий З. Козьба. Получается, что для звонких согласных у нас две слабые позиции. Это в конце слова и перед глухими согласными. А у глухих согласных у нас одна слабая позиция. Это перед звонкими согласными, где они подвергаются озвончению. У согласных есть и сильная позиция. Сильная позиция для согласных – это перед гласными раз, это перед сонорными, всегда звонкими согласными, два, и перед буквой В. Давайте рассмотрим пример. Вот, например, звонки Д в слове дом находятся перед гласным О и произносятся отчетливо – дом. Или, например, в слове «злой» звонкая согласная З находится перед сонорной Л и поэтому не подвергается никаким редукциям. Злой. Звук С у нас находится перед звонким В, но это для согласного сильная позиция, поэтому никаким изменениям оно не подвергается. Свет. С произносится так же глухо, как и пишется. Давайте рассмотрим тест ДТМ. Определите случаи озвончения согласных. А. Неделя. Б. Снег. С. Блеск. Д. Молодьба. Давайте порассуждаем. А. В слове «неделя» все согласные звуки находятся перед гласными, а значит, в сильной позиции. Б. Глухой С находится перед сонорным Н, а для согласных это сильная позиция, поэтому озвончения здесь нет. С. Блеск. Глухой С находится перед глухим К, поэтому здесь озвончения нет. Д. Молодьба. Глухой Т находится перед звонким Б, поэтому звонкий Б озвончает глухой Т в Де. Молодьба. На этом наше занятие закончилось. До скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok